Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг» и сегодня мы вам расскажем о родоначальнике класса компакт-вэнов, а затем и европейских минивэнов. Итак, встречаем Renault Scenic 3-го поколения. В 1996 году Renault изобрела новый класс автомобилей – компактный минивэн. То есть, на базе хэшбэка C-класса она сделала автомобиль с сильно увеличенной высотой кузова и получился Scenic 1-го поколения. Не козистый, но реально очень удобный. А потом на базе этого автомобиля они сделали кроссовер и назывался Scenic RX 4x4. Все Scenic базируются на платформе Megane. К примеру, французов потом последовали Ford со своим C-Max и Volkswagen с моделями Turan и Golf Plus. Еще Opel Zafira сделана по тому же рецепту. Уже со второго поколения Scenic выпускался с двумя вариантами длины кузова. Версия Grand длиннее стандартной, примерно на 22-23 см. Колесная база в третьем поколении, как в нашем случае, у Grand длиннее на 7 см. В общем, получается такой компактный бус с семиместным салоном и здоровенным багажником. Третье поколение Scenic выпускалось с 2009 по 2016 год. Было два рестайлинга. Легкая модернизация в 2012 году и более основательная в 2013 году. И, кстати, у короткого Scenic есть модификация X-Mode. Это что-то типа как Stepway удача, то есть добавлены атрибуты кроссовера, увеличен клиренс. Ну что, давайте переходить к обзору болячек и особенностей этого автомобиля. Но для начала скажем, что вот данная машина продается. Ссылочка на объявление будет в описании к этому ролику. Кузовных проблем у Renault, как обычно, мало. Кузовной металл хорошо защищен от коррозии и добротно окрашен. Однако владельцы Scenic знают, что вот эта вот декоративная накладка двери багажника протирает краску, и при ее снятии обнаруживается пластиковый облой, то есть острые края. Это побочный эффект при отливе пластика. Так вот, не сказать, что там протирается краска и начинается сразу коррозия и рыжие какие-то пятна, но там видно, что краска скалывается и протирается. Надо снять вот эту декоративную накладку и напильничком убрать вот эти вот острые края. Справедливости ради скажем, что чем больше на эту машину влияют влага и реагенты, тем больше вероятность заполучить коррозию на днище. И в большинстве случаев больше всего страдают именно пороги. С фарами ничего особенного не происходит, однако галогеновый цвет, как рефлекторный, так и линзованный, у дорестайлинговых машин слабоват. У рестайлинговых машин могут начать запотевать дневные ходовые огни. Это не наш случай, там они встроены в бампер. Так вот в этом случае лучше снять ДХО, пропаять профилактический плату и загерметизировать их. Со временем в центральный стоп-сигнал попадает влага. Она туда попадает из-за рассохшегося уплотнителя. Так вот, чтобы избавиться от этой проблемы, надо снять стоп-сигнала, соскоблить старый уплотнитель и сюда прекрасно ложится уплотнитель от КЕ. Номерок оставим. Иногда у этих машин неплотно закрывается лючок бензобака, а именно вот нижняя часть, как будто бы его подковырнули. Проблема в том, что сдвигается стальной штифт в петле самого лючка, исчезает одна из двух точек крепления петли. Чтобы починить лючок, нужно его снять. До него можно добраться, скинув подкрылок. Дальше все просто. Возвращаем штифт, петли на место. И желательно залить его клеем сверху, чтобы он больше не выскакивал, потому что выскакивает он обычно вверх. Еще одна шалость циника — это то, что иногда его невозможно нормально заправить, потому что топливо задерживается в горловине трубки и медленно стекает в бак. И, естественно, на заправке пистолет отщелкивает, чтобы топливо не вылилось наружу. А почему же это происходит? В самом конце трубки есть пластиковый клапан, он одноходовый. Когда вы заправляете топливо, он открывается, чтобы топливо попало в бак. А если вдруг машина перевернулась, он закрывается, чтобы топливо не вылилось наружу. Так вот, однажды булькающее в баке топливо просто сдвигает этот клапан на пару миллиметров вверх по трубке, и из-за этого створка клапана перестает полностью открываться, а вместо этого открывается на пару миллиметров. Вот из-за этого эта хрень и происходит. И что же делать? А придется лезть под днище, и в районе заднего правого колеса в бак входят две трубки. Надо сдернуть эти две трубки. По большой трубке топливо поступает в бак. И на съедительном штуцере, вернее, в съедительном штуцере находится вот этот самый клапан. Его надо толкнуть и зафиксировать. Да, он зафиксирован слабо, и другая волна топлива его может опять вытолкнуть в сторону трубки. Некоторые умельцы прикручивают этот клапан саморезом, его потом накроет соединительная трубка, а некоторые наращивают соединительные ребра, чтобы он туго сел на место. Чем старше сценник, тем больше вероятность, что придется устанавливать ремкомплект стеклоподъемника водительской двери. Дело в том, что в трапеции выскакивает шарнир из бегунка, и тогда стекло перекашивается и падает. В этом случае ремонт несложный, но придется снимать обшивку двери. Иногда на Рено Сценник появляется стук, отдающий в рулевое колесо. Причем стук этот появляется при вращении руля туда-сюда. И это происходит из-за ослабления гайки вблизи крестовины рулевого вала. Так вот, добраться к этой гайке можно, сняв обшивку над педалями. Еще причиной стука может быть люфт в телескопе рулевого вала. Этот участок гораздо выше крестовины. Так вот, для пассивной безопасности там сделано что-то типа шлицевого соединения рулевого вала. И если стучит там, то нужно как-то уплотнить это втулочное соединение. Кто-то даже сжимает наружный контур рулевого вала, чтобы он плотнее прижал внутренний вал. Ну и не обойдем вниманием возвратную пружину педали сцепления. Вот она ослабевает и педаль становится невнятной. То есть вяло возвращается обратно. Можно просто под эту пружину подложить шайбу, чтобы компенсировать ее укорачивание. Ну а теперь давайте перейдем к внутренней части сценика. Добро пожаловать в салон. В салоне хотим обратить внимание на то, что нередко у сцеников обрываются провода вблизи застежек ремней безопасности, именно задних сидений. Тут может помочь пайка, но ненадолго, поскольку паять приходится на самом изгибаемом участке и прямо вблизи пластикового корпуса застежки. Если у сценика есть люк, и он гремит при движении по кочкам, то нужно поменять его направляющие. Цифровая панель приборов служит неплохо, а если и глючит, то чаще всего из-за внедренного в нее эмулятора пробега. То есть, чтобы скрутить показываемый на приборной панели пробег, в нее помещают и припаивают электронный фильтр-обманщик. При этом, если скручиватели больше не заморачиваясь, реальный пробег можно считать из памяти ЭБУ двигателя и блока АБС. В ютубе есть подробные видео о том, как считывать реальный пробег. И еще мы заметили, что кнопочки в салоне стираются. Ну, что же вы хотели, 2009 год. А еще добавим, чем свежее третий сценик, тем проще его подружить с Android Auto. В интернете есть масса инструкций. Ну, а сейчас заглянем под капот. И здесь между лобовым стеклом и моторным щитом есть накладка жабо. И она сделана из какой-то стекловаты, которая со временем намокает, высыхает, потом опять намокает, потом разваливается в клочья. И затем, до и после этого, на двигатель попадает вода. И под лобовым стеклом есть желоб, который не позволяет воде попасть в жабо. Со временем он отходит, отгибается, вода льется через его край. И некоторые владельцы сцеников даже наращивают его алюминиевыми уголками. Но опять вернемся к жабо. Так вот, показать мы вам его не можем, потому что здесь нету вот этой стекловаты. Но разрушение жабо привело к тому, что многие умельцы предлагают вот это изделие из пластика, из какой-то стеклоткани и даже из металла. А умельцы из Гомеля тоже предлагают вот такую деталь, но на нее надо устанавливать оригинальные крепления. А оригинальное жабо стоит на минуточку 250 долларов. И кстати, убирайте обязательно весь мусор, вот эти вот листья, потому что рано или поздно это все закупорит дренажи, и вода польется не наружу, а в салон через отверстие в моторном щите. Что хорошо в сценике, так это то, что хреновых моторов у него нет совсем. Если двигатель не замучен предыдущим владельцем, если его нормально обслуживали, то любой мотор, который впихивали вот в этот сценик на заводе, отходит более полумиллиона километров. В любом случае при покупке и обслуживании сценика используйте подъемник, обязательно все посмотрите, в частности двигатель, потому что из-за такого короткого пространства под капотом мало что видно. Скажем еще, что текущие масло-воздушные патрубки это практически норма, понадобится замена уплотнений. А вот если бензиновый двигатель сильно течет маслом, то это к дорогому ремонту. Ну а теперь давайте к двигателям. Здесь у нас 1.5 DCI K9K, супернадежный. И именно 80% вот таких сцеников, которые продаются, именно с этим двигателем. Чугунный блок, один распредвал, 8 клапанов в алюминиевой ГБЦ. Гидрокомпенсаторов нет совсем, но это не частая процедура для этого двигателя. Частенько владельцы даже не думают что-то с этим мотором делать или ремонтировать его, потому что он супернадежный. Сейчас мы закроем капот, потому что почему-то у нас высаживается аккумулятор. Но мы наснимали футажи, поэтому вы увидите этот двигатель во всей красе. Но при такой проблеме обычно он начинает работать с очевидным скрежетом или лязгом. Тогда снимают клапанную крышку, обнаруживают уже слегка погрызенные кулачки распредвала и даже прогрызенные буквально с кратером на поверхности гидрокомпенсаторы. Правда, это редкий случай, но в целом раз в 50 тысяч километров при замене прокладки клапанной крышкой стоит промерить зазоры всех восьми клапанов. В случае чего погрызенный распредвал можно заменить на бушный. На разборках их предостаточно в хорошем состоянии. И кстати, нужен распредвал обязательно позвоните в автостронг. И у нас на канале есть подробнейший обзор двигателя 1.5 dc и со всеми его болячками и особенностями. Поэтому, если интересно, обязательно посмотрите. У версии двигателя к 9к 636 есть проблема с строением, когда температура окружающего воздуха опускается до минус 5 градусов. То есть это происходит так. Вы заводите двигатель, он сначала нормально работает, а через две минуты обороты начинают плавать. И это происходит из-за того, что ЭБУ не совсем корректно настраивает впрыск топлива. И кроме того, у К 9к 636 могут, вернее может появиться детонация при разгоне. Умельцы и просто поклонники сцеников нашли решение. Просто к проводке датчика температуры топлива подключается обманка на основе резистора. Благодаря ей ЭБУ считает, что топливо теплое и не производит такой несостоятельной коррекции топлива. Двигатель перестает троить в морозные дни. Проект этой обманки широко и подобно описан в блогах и на ютубе. Найти решение не проблема. Также у знающих людей можно найти программное решение этой проблемы. И отметим, что если перезапустить мотор после начала троения, то оно прекратится до следующего остывания двигателя. И отметим, что большинство двигателей 1.5 DCI в этом поколении сценика идут с топливной системой Siemens. А у этого производителя не сильно долговечные вот эти вот пьезофорсунки. Они не ремонтируются совсем. А если кто-то их и ремонтирует, то меняет пьезоэлемент на бэушный, потому что новый пьезокристалл не продается. Но на разборках можно найти полный комплект вот этих вот форсунок. Обязательно позвоните в Автостронг. А вот новая одна такая форсунка стоит 400 долларов. Очень редко встречаются варианты с топливной системой Delphi. И распознать их очень просто. Там топливная рампа в виде звезды, а не трубки. Еще под капотом, вернее, уже прямо под жабо со штурманской стороны, вблизи моторного щита, есть датчик давления выхлопных газов. Сам он установлен на кронштейне. От него вниз тянется короткая резиновая трубочка, соединяющаяся со стальной трубкой. Иногда резиновая трубка прогорает и разваливается. В салоне появляется запах выхлопных газов и сообщение о фатальной ошибке двигателя. Просто поменяйте резиновую трубку, а если она целая и газоисправно подаются к датчику, то тогда придется менять и его. Он тоже выходит из строя. На рестайлинговых сцениках есть еще один датчик, который измеряет давление в сажевом фильтре. Так вот, он соединен с сажевиком двумя трубочками. И одна из них в оригинале оранжевая прогорает. И тогда появляется ошибка по дифференциальному давлению. Ну и учтите, что при замене ремня ГРМ на вот этом двигателе метки надо выставлять не только на шестернях распредвала и коленвала, но и на шестерне ТНВД. В противном случае вас ждут внезапные подтраивания и подымливания. Ну что, следующий двигатель 1.9 ДЦИ. Всем известный надежный мотор. Самый старый из всего этого семейства. И у него топливная система от компании БОШ. Есть проблемка с износом шатунных вкладышей. Поэтому хозяева тех, кто катается на вот этих машинах, меняют эти вкладыши раз в 100 тысяч километров. У двигателя 1.5 ДЦИ, кстати, тоже есть такая проблемка. То есть была. Считается, что она была решена в 2010 году. Но все равно превентивно менять вкладыши раз в 200 тысяч километров это нужно. Причем вкладыши на вот этих двигателях 1.5 и 1.9 ДЦИ меняются просто. Идем далее. Двигатели 1.6 ДЦИ и 2.0 ДЦИ это близкие родственники и более современные моторы, нежели 1.5 ДЦИ и 1.9 ДЦИ. У них чугунные блоки 16-клапанная ГБЦ в приводе ГРМЦ, которая к слову служит 250 тысяч километров. И есть гидрокомпенсаторы. Но в этих двигателях наблюдаются проблемы с целостностью теплообменника системы EGR. Но в целом ничего криминального с этими моторами не происходит. Хотя на более свежих моторах, на сценниках четвертого поколения, обнаруживались трещины в блоки цилиндров. Ну а теперь переходим к бензинным двигателям. До первого рестайлинга можно встретить только атмосферные моторы. Это 1.6 MPI. Это чисто французский мотор, который известен по Логанам. И 2.0. Это чисто ниссановский двигатель. У него алюминиевый блок, цепной привод ГРМ. Явных и тем более серьезных проблем с этими двигателями нет. Редкие владельцы, которые доверились вот этим двигателям, говорят, что до 200 тысяч проблем с ними нет. То есть масложора нет, цепь не гремит, мотор тянет отлично. Но говорят, что до 200 тысяч километров можно попасть на двухмассовый маховик. Он у двигателей 1.2 и 1.4 TCE одинаковый. И за него придется выложить 800 долларов. После первого и второго рестайлинга под капотами сцеников появились даунсайдинговые двигатели. Сначала это был мотор 1.4, затем мотор 1.2. Все эти двигатели сделаны в сотрудничестве с компанией Nissan. У них алюминиевые блоки цепи ГРМ. Кстати, одинаковые гидрокомпенсаторы есть. Достоверной информации по их надежности у нас нет. Но известно, что еще в Европе у них начинался масложор, который решался в рамках фирменных сервисов. Двухмассовые маховики идут на Рено сценик третьего поколения с бензиновыми двигателями и с механической трансмиссией. Так вот, изношенный двухмассовый маховик очень хорошо слышен. То есть он дребезжит на холостом ходу и характер этого шума меняется при повышении либо опускании оборотов. Но если Рено сценик с МКПП начинает дергаться при старте, причем этот симптом проявляется после десятка рядовых стартов, то это может быть дело в изношенной корзине сцепления и даже, можно сказать, покореженной корзине сцепления. А вообще, если сценник дергается при трогании, нужно четко понять природу такого поведения двигатель или трансмиссия. Бывают случаи, что двигатель неуверенно стартует из-за подклинивающего клапана EGR из-за так называемого дросселя, то есть заслонки, которая работает синхронно с клапаном EGR. А еще могут быть неполадки в топливной системе, то есть из-за регулятора давления топлива. К механическим трансмиссиям на сцене как третьих у нас никаких вопросов нет, поэтому переходим сразу к автоматам. Итак, реально классная трансмиссия встречается с двухлитровым турбодизелем. Это японская суперско-надежная Jatka GF613E, но, к сожалению, немного двухлитровых турбодизелей вы найдете именно с автоматической трансмиссией. И если кому интересна эта трансмиссия, то обязательно посмотрите обзор у нас на канале. Ну, а если вам попался двухпедальный сценник с двигателем 1.5 деци, то в паре с ним трудится шестиступенчатый преселектив от компании Getrac. Не очень капризный робот, но ЭБУ его может пасть из-за изношенного аккумулятора. Ну и вдобавок двойное сцепление очень дорогое. Будет удачей найти его за 1600 долларов, а ходит оно всего 150 тысяч километров. Ну, а других вариантов, в частности вариатора, на сцениках третьего поколения не было. И помните, что в Автостронге есть еще подразделение Мотостронг. Мы сами приводим отличные мотоциклы из Европы, продаем байки с минимальными пробегами и с полным пакетом документов. И знайте, что в Автостронге всегда очень хорошие БУшные запчасти в отличном ассортименте. Ну, а сейчас мы поехали на СТО, чтобы подробно рассказать об этом автомобиле по технической части. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Renault Scenic 3-го поколения оснащался электромеханическим стояночным тормозом. Здесь сервоприводы находятся на задних суппортах. Нельзя сказать, что эти механизмы хлопотные, но чистить для профилактики и обслуживать их надо. Начнем с того, что проводка по два провода каждому сервоприводу расположена не сильно удачно, низко, да и еще с изгибом вблизи разъема. Как следствие, обрыв проводов вблизи самой фишки – это частое явление. Далее сама фишка нередко пропитывается влагой, поэтому контакты в ней окисляются. Это тоже причина неработающего сервопривода. И учтите, что при снятии фишки вы запросто можете сломать ее стопорный механизм. Поэтому купите фишки заранее, они есть даже в китайском исполнении. Кстати, может даже треснуть корпус ответной части фишки на корпусе, и тогда влага начнет туда попадать. О том, что влага попадает в эту простенькую контактную группу, вы узнаете с наступлением сезона дождей. Подвеска у Renault Scenic простая и надежная. Из особенностей – следите за отбойниками на передних амортизационных стойках. Нередко их ломает пополам. Передние рычаги стальные, шаровые опоры на заклепках. Так вот, этот рычаг служит примерно 200 тысяч километров. Оригинальный. И стоит оригинальный – 130 долларов, что, в принципе, нормально за такой срок службы. По неоригиналу можно купить шаровую опору, она будет стоить 25 долларов. А оригинальная шаровая опора тоже продается. 100 долларов стоит, и она идет в комплекте с болтами и гайками. Сайлентблоки можно тоже перепрессовать и заменить на неоригинал. Цена неоригинала от 10 до 30 долларов. Вот эти вот рычаги, как и некоторые другие детали подвески, аналогичны с такими же деталями с Renault Fluence и Megane третьего поколения. Стубичные подшипники дорогие, заменители качественные, стоят от 100 до 180 долларов. Хотя есть варианты по 50-60 долларов, но их лучше не покупать. Оригинальные стойки переднего стабилизатора выхаживают примерно 60-80 тысяч километров, стоят примерно 35 долларов. Хороший неоригинал стоит до 15 долларов. Втулки стабилизатора по цене от 5 до 20 долларов за оригинал. В задней подвеске, в принципе, ломаться нечему. Балка крепится к кузову на два сайлентблока, которые в оригинале продаются комплектом за 250 долларов. И у них всего два предложения по заменителям по 20-25 долларов. О чем это говорит? О том, что спросом эти сайлентблоки практически не пользуются. Они служат очень долго. Задние ступичные подшипники вставлены в тормозные диски. И лишь один продавец неоригинала предлагает подшипники отдельно. А вообще цены на диски для вот этого автомобиля варьируются от 90 до 220 долларов. Ну что, в финале. Вообще, гранд-сценник третьего поколения только радует своих владельцев. Ну, каких-то глобальных поломок с ним реально не случается. Однако мы все-таки рекомендуем менять превентивно шатунные вкладыши на самом распространённом 1.5 DCI. И электронный ручник, точнее его проводку, все-таки рекомендуем защитить и осматривать в конце лета, чтобы ручник внезапно не заклинил. Кузов у Renault Scenic очень долговечный, не такой, как у Volkswagen. Ну что, если вы хотите, чтобы мы делали вот такие качественные обзоры, нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик и поставьте лайк этому видео. И еще напишите комментарий. Помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».